Со связью прервалось с Викторией. Сейчас мы снова подождем, пока она присоединится, и поговорим о будущем нашей российской моды и о том, какие советы она может дать начинающим дизайнерам. А, как всегда, так, Виктория. У тебя есть? Наконец-то! Виктория, у меня с телефоном проблема, поэтому пришлось снова выйти в эфир. Мы остановились на том, что вы говорили, что у нас, у нашей российской моды есть будущее, и, конечно же, это наша креативная молодежь, наши дизайнеры молодые. У меня тогда такой вопрос. Вот вы, как человек, который прошел действительно огромный путь в мире моды, что вы можете посоветовать дизайнеру, который только начинает делать первые шаги? Вот что нужно знать, когда ты вступаешь на эту деятельность? Что нужно знать юному молодому дизайнеру? Ну, вот я дам советы такие вполне понятные. Ну, как бы, у нас сторона советов, конечно, и до сих пор это легко советы давать, конечно. Как в городе есть свой философ. Да. Я наблюдаю, например, свою дочь и ее друзей дизайнеров, да, и могу судить о том, что с ними происходит. Ну, во-первых, я советую начинать только тогда этим заниматься, когда без этого не можешь жить. То есть вот прям так тебя прет от этого, извините за такое простое слово, но это действительно необходимое качество для того, чтобы в этом выжить. Вот. Это первое. Второе – это, конечно, нужно быть в контексте всего, что происходит в мире. То есть насмотренность необходима. Нельзя вот уйти в горы, понимаете, и там где-нибудь. Затем, если вы все-таки занялись производством, нужно выбрать какой-то один продукт, желательно, на котором отработать свой, вот весь путь, да, от проекта до внедрения, через внедрение и в продажи, да. Вы перед тем, как пускаетесь в проект, вы должны четко прописать бизнес-план, по которому вы будете работать. Все бизнес-процессы, учесть все нюансы, все деньги посчитать. Это то, чему у нас не учат дизайнеры, к сожалению, и то, к чему я шла всю жизнь, что вот посчитать. Хорошо, рядом со мной был человек, который считал деньги, которого сейчас нет, и мне приходится этим заниматься самой. Хорошо, у меня есть в команде люди, которые специально обучены. А в принципе, когда дизайнер начинает, то очень важно, с кем он это начинает, и очень важно, чтобы рядом был адекватный человек, желательно, чтобы он восхищался тем, что ты делаешь. И я вспоминаю, когда мы только начинали, а Юра физик, у него с математикой все нормально. И вот я помню его трясу, говорю, мне нужны пуговицы. Он мне говорит, зачем, у нас же уже одни есть. Я ему всю жизнь это вспоминала, это было очень весело, обращать его в свою веру. Но он всегда знал, что у нас все получится, и верил, верил. То есть мне никогда не пришлось его убеждать в том, что мне эта ткань нужна, а может быть и зря. Я теперь думаю, что в плане бизнеса, понятно, что в плане творчества мне было безумно комфортно, но в плане бизнеса, может быть, и надо было меня почаще ограничивать. Так что очень важно, чтобы рядом с вами был человек, который считает деньги. Или же вы берете эту функцию на себя и прекращаете от этого страдать, хотя понимаете, что просто это часть профессии. Либо это кто-то должен делать за вас. Очень важно с самого начала такие важные вещи, как регистрация собственного бренда, авторское право. То есть это все вещи такие, как бы нам кажется, что это все само собой разумеющееся, но это на самом деле совсем непросто. Да, и когда у вас начнутся первые успехи и первое внедрение, то вы поймете, например, вас копируют, и это будет обидно. Если вы защищены в юридическом плане, у вас есть все документы на авторство, то это одна история. Если нет, то, соответственно. Ну, то есть, вот дизайн, собственно, дизайн, это только верхушка того айсберга, в который вы погружаетесь. Все остальное, то, что скрыто, вот вам нужно самому честно это раскопать для себя и понять, то есть сделать так, чтобы у вас вот эта часть, которая, собственно, и является бизнесом, чтобы она была у вас четко сформирована и вам было на кого опереться. Иначе из уныния вы не выберетесь по разным поводам, а поводов будет достаточно. Это точно. Я еще хотела спросить о национальных промыслах, которые вы используете, о национальных деталях, которые вы используете в коллекции. У вас была коллекция повести Белкина, да? И там вы измолвали «Вологодское кружево». Да. Вы часто делаете отсыл вот к чему-то традиционному и национальному? Или это было просто как эксперимент? Это, конечно, был эксперимент. В юности я очень много работала с национальными мотивами, потому что Центр Мода России, он предполагал, что мы делаем коллекции с элементами национального костюма. Но когда я ушла в вольное плавание, я очень долго не хотела возвращаться к народному, а искала вдохновение совершенно в других вещах. И народное творчество, знаете, народные промыслы – это та ниша, в которой ты должен погружаться либо абсолютно искренне, либо не погружаться вообще. И со мной произошло следующее. Моя клиентка одна захотела себе что-нибудь из вологодского кружева. и пригласила меня съездить с ней в Вологду в музей кружева. Там есть знаменитое предприятие «Снежинка», старинное предприятие, которое как раз создаёт вот эти подлинные кружева. И при нём музей. И нас провели по всему музею, и я получила такое вдохновение и такой заряд эмоций от того, как это кружево плетётся, даже не от самого продукта, а от процесса. От и до. То есть это... Я всегда думала, что вот у нас, ну, в принципе, можно платье за одну ночь шить, но всё равно есть какой-то технологический процесс, который невозможно переступить. Но наш технологический процесс, он просто ничто рядом с тем технологическим процессом, который существует в кружевах, когда задействованы такие мастера. Сначала художник должен придумать этот образ. Да? Он этот образ вынашивает и потом делает некий рисунок, который ещё не является кружевом. Он просто некое вдохновение, вот такой вот мутборд. Потом вступает, значит, в работу технолог, который знает вот эти пять видов узелков, из которых, знаете, как семь нот, да, из которых рождается вот это великолепие музыкальное всё, так и пять узелков, из которых вот это разнообразие кружева, кружевных полотен можно сделать. То есть используя разные приёмы, соединения этих узелков, появляется потрясающий совершенно вот этот продукт. Уже не говоря о том, как красива женщина, когда она вот руками, коклюшками вот эти вот перебирает, значит, вяжет эти узелки. Сколько потрясающих картин посвящено вот этому творчеству женскому, кружевнице. Какие образцы, шедевры, как это всё начиналось, что это всё начиналось с золотного кружева для церковных служителей. Потом постепенно народ, который в сёлах ткал вот это вот золотное шитьё, он начал потихонечку ткать для себя, но из простых ниток, из льна. И постепенно вот этот лён, он вытеснил это золотное шитьё, потому что вот та красота и чистота, которая получалась в ходе вот этих простых ремесленных кружев, вот эта красота и стала тем народным промыслом драгоценным, которым сейчас являются вологодские кружева. Ну что вы думаете, вот вещь, которую мы выбрали для моей клиентки, её ткали полгода. Вы представляете себе? Полгода. То есть такие технологии, там невозможно сэкономить время, там что-то, это просто недопустимо. И я, кстати, там, когда я это всё увидела, а я же на скорости, я же белка в колесе, я говорю, а можем что-то сделать, придумать, чтобы механизировать, чтобы быстрее, чтобы вот сейчас мы тут линию поставим, и вот прям раз, и все будут ходить в этих кружевах, потому что такая красота невероятная. Но я прикинула, что я не смогу это запустить в производство, например, там платье с вологодским кружевом, которое я, конечно, сделала, я Кате сделала на 30-летие совместной жизни с Сашей, платье с вологодским кружевом. Это такой воротник о плече, а дальше он таким белым сарафаном шёл. Это потрясающе совершенно, невероятно. И мне директор фабрики сказал, что они специально не идут на никакие вот ухищрения механизированные, потому что завтра же Китай скопирует эти кружева и обесценит их. Поэтому, пожалуйста, как клюшка. Да, пожалуйста, это дорого, но это вот наше навсегда. Спасибо вам большое за то, что вы сделали акцент и обратились вот к таким народным промыслам. И в завершении я всегда спрашиваю, когда мы общаемся с дизайнерами, есть ли в вашем арсенале такая вещь, которая достойна быть представлена в музее, то есть музейный экспонат. Вот что бы вы из вами созданных вещей, сейчас я на зарядку поставлю, поместили бы в музей моды? Оксана, дело в том, что вот это платье года, про которое я рассказывала, оно в музее декоративно-прикладном. Так, оно уже там находится. Оно уже там находится, да. И это действительно тема, серьезная музей, потому что архивы у меня, ну, за 30 лет, представляете, там сохранятся коллекции, которые я, конечно, не выбрасываю, я их собираю. И мне, когда я работала вот с миланским шоурумом, мне говорят, Виктория, а вы можете уже ничего больше не моделировать? Вот давайте пойдем в ваш архив, выберем, что мы будем производить. И все, вот только, пожалуйста, больше ничего не надо. Но рукам покоя не дает глава, понятно. И мне подсказали, что можно пойти таким путем, что у нас же страна большая, и в регионах тоже есть музеи. И вот я думаю, что я сейчас сделаю предложение нескольким региональным музеям, чтобы туда отправить какие-то свои вещи, потому что у меня есть коллекция, например, монахиня, платья вдохновленные монахиней. И мне, конечно, жалко их куда-то девать, а хранить тоже уже, в общем-то, ресурса нет, развивать этот архив. Поэтому надо что-то с этим делать. Ну вот регионы, я думаю, с удовольствием примут дизайнеров. Это точно. Тем более, что, конечно же, большинство из ваших заказчиков это действительно региональные. Да. Безусловно, я думаю, что практически во всех регионах представлены ваши изделия. Что вам хочется пожелать? Конечно же, успехов, чтобы вы нас порадовали в новом сезоне прекрасной коллекцией, чтобы ваше творчество продолжалось, чтобы оно жило. И, конечно, мы вас приглашаем на музей. Спасибо, Оксана. Спасибо. И когда вот сейчас все это закончится, мы откроемся выставкой, и, конечно же, будем рады видеть вас в числе наших гостей. Спасибо большое за... Спасибо, Оксана. Спасибо. Диалог. Вас можно слушать бесконечно. Что-то с моим телефоном. Действительно потрясающий собеседник и человек, который действительно дизайнер с большой буквы. Спасибо, Оксана, большое. Мечтаю побывать в музее моды, конечно, и, может быть, на 30-летие бренда мы что-нибудь замутим. Обязательно. Обязательно. Спасибо вам большое. До скорых встреч. Спасибо. До встречи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok